Венесуэла это я. Американцы учат мир демократии. Радия. Спутник. Венесуэла это я. Американцы учат мир демократии. 13.57. Ройтерс. Карлос Гарсия Роллинз. У штаб-квартиры Национальной гвардии Венесуэлы в Каракасе. 21 января 2019 года. Ройтерс. Карлос Гарсия Роллинз. Мария Балябина обозреватель радио. Спутник. Все материалы США и ряд других стран признали президентом Венесуэлы лидера оппозиции. И в такой откровенной поддержке государственного переворота они не видят ничего плохого. 13.21. Политолог сравнил политику США в отношении Венесуэлы с объятиями Анаконда в МИД РФ. Заявили, что Москва продолжит поддерживать Венесуэлу, на которую сейчас осуществляется нажим со стороны США. 14.21. Политолог Владимир Киреев в эфире радио. Спутник. Прокомментировал ситуацию вокруг Венесуэлы. 15.21. Президент Венесуэл решил расторгнуть дипломатические отношения с США. А в Вашингтоне ответили, что мнение Николаса Мадуро их совершенно не интересует, ничего расторгать они не будут, и посольство будет работать в обычном режиме. 15.21. Но поддерживать контакты посольские работники теперь будут совсем другими людьми. 16. Как только венесуэльский оппозиционер Хуан Гуаида сказал, что теперь он в этой стране президент, его сразу же признали США и Канада. 16. Позже присоединилась часть латиноамериканских стран и Грузия. 16. Так делается политика, нужно устроить митинг, сказать я президент, и это уже будут считать демократическим обрядом, и все прогрессивные страны сразу начнут слать официальные поздравления. На Украине было немного сложнее и дольше, но принцип тот же. Так и выборы скоро будут не нужны. 16. Зачем, если достаточно просто собрать людей в соцсетях, уговорить их выйти на улицу и затем назвать себя правителем? 16. Отличная схема, 8.33 мнения, у США множество причин поддерживать нестабильность в Венесуэле, США отказали Венесуэле в разрыве дипломатических отношений. В эфире радио, спортник, политолог Елдус Ярулин рассказал, какое развитие событий выгодно Вашингтону. Правда, судя по скорости реакции США, этот план доступен далеко не каждому гражданину, а только такому, который нужен западному миру. Тому, кто сможет убедить, что в состоянии полностью починить свою страну Вашингтону. В том, что главная роль в этом спектакле принадлежит американцам, нет сомнений. Ведь когда массовые митинги случались в самих США, ни Канада, ни Грузия почему-то не спешили выступить против Трампа в пользу, скажем, Клинтон. Ведь такие вещи они могут только повторять за Вашингтоном. А когда в самом Вашингтоне два эксцентрика начинают обвинять друг друга во всех смертных грехах, прогрессивному человечеству остается только сидеть с отсутствующим видом. Потому как не его уровень компетенции. Все было бы гораздо проще, если бы все было по-честному, какого президента выбрали в стране, с тем и надо сотрудничать. Тогда бы и на осады не нападали, и Януковичу не пришлось бы бежать, да и вообще в мире было бы поспокойнее. Но американцы не ищут простых путей и предпочитают вмешиваться в политическую жизнь других стран, не считая это чем-то противозаконным и аморальным. Автор Мария Балябина, Радия. Спутник. 5 ноября 2018 года, 10 часов США нашли тройку тирании у себя под боком. И теперь гонят ее к России ищи собираются всерьез взяться за Кубу, Венесуэлу и Никарагуа. И избавить эти страны от тирании. Странно, что команда Трампа не боится новых обвинений в сговоре с Москвой. Ведь игра с соседями на обострение, Вашингтон объективно усиливает позиции Москвы в регионе.